Девушки отдыхают Возможно, у вас хорошая память на лица, и с подобной ситуацией вы не сталкивались, но не всем так повезло, у меня, как у многих, память на лица довольно далека от идеала, хотя если я с человеком знакома уже длительное время, то проблем не возникает, ну, или это я так думаю. В отростковом возрасте мы с друзьями любили всей компанией выбираться куда-нибудь на природу, на море сходить, в лес на шашлыки, еще куда-нибудь. Сейчас, конечно, тоже любим, но свободного времени стало намного меньше. Сначала была армия, потом у всех учеба или работа, а теперь у некоторых еще есть семья детей. Проще и быстрее собраться у кого-нибудь дома и, например, заказать пиццу, чем брать мангал, мариновать мясо и ехать черт знает куда. А тогда, когда нам было лет примерно по 15, и как раз на носу был очередной мой день рождения, мы собирались отметить его именно так, подалишь от надоевшей за время учебного года городской обыденности. А в этот раз должно было прийти немало гостей, в том числе и те, с кем я подружился не так уж давно. И вот накануне праздника я шел куда-то, не помню уже куда именно, а вроде бы домой возвращался уже. Время около полудня, скоро самая жара будет. Особенно в это время года, на улице пара пустая, все под кондиционерами сидят. Иду я, думаю о чем-то своем, по сторонам смотрю. Вижу, навстречу какой-то тип идет. Первый миг он показался мне каким-то странным, но я не понял, что конкретно меня насторожило. И я снова перевел взгляд на него, присмотрелся обыкновенный парень, моего примерно возраста, в кепке и с рюкзаком, ничего необычного. Я тут же забыл об этом, шагаю дальше и снова погрузившись в свои мысли. Когда мы почти пора поднялись, а я на автомате отодлился к другой стороне тортуара, чтобы удобнее разоминуться. И тут слышу, эй, привет, ты чего? От неожиданности я слегка опешил, что ему от меня надо. Я остановился и посмотрел на него, и вдруг понимаю, что это Андрей мой друг. Он каждое лето на каникулы приезжал с родителями на отдых в наш город поближе к морю. Мы с ним дружили еще со времен младших классов. И каждый раз, когда он приезжал, он был неотъемлемой частью нашего небольшого пруга близких друзей. О, привет, это Андрюха. Прости, почему ты не узнал сначала. Ты изменился, оправдываюсь я, чтобы загладить оплошность. При этом, смотриваясь в его лицо и мысленно удивляюсь. Теперь вижу, что он не изменился, а ни капли. Непонятно, что заставило меня не узнать его сразу. Может, кепка? Раньше он вроде такой не носил. Как дела? Давно не при... Давно приехал? Да вот, около недели назад. Да как вообще, что нового? Как остальные? Мы стояли посреди тротуара и болтали обо всем подряд. Вспоминали общие приключения. Как ездили на велосипедах к озеру, ходили в лес и лазили по стройкам, заброшкам, ходили на рыбалку и много чего еще. Обсуждали, куда еще можно отправиться всей командой, как провести время, чем еще заняться на каникулах. Мы так, наверное, полчаса постояли и говорили в том числе о музыке. Тут наши предпочтения поразительно совпадали, в отличие от остальных ребят. Андрей вспомнил, как прямо передавал последним отъездом, мы были на концерте нашей с ним любимой группы, на которые давно мечтали попасть. В том году они как раз выступили в среднем городе, и ради этого он даже сумел говорить родителям и забронировать билеты домой на чуть более позднюю дату, а то неизвестно, выходит ли когда-нибудь такой шанс снова. После беседы я запоздал и вспомнил, что не пригласил Андрюха на день рождения. Столько людей позвал, даже менее знакомых, а про него забыл. Собираюсь его пригласить, но в этот момент кое-что вспоминаю. И от осознания у меня по всему телу уж в раскидобном встали, а мост на несколько выдавений в полступа, не в силах разобраться в происшедшем найти какое-либо объяснение. Стараясь не подавать виду, я скупанно попрощался, послышавшись на какие-то якобы нетлужные дела, и поспешил домой. Пока шоу, продолжал нехородочно размышлять, и так вообще возможно, я точно помню, что в конце прошлого года, пошлого лета, сильно ушибся и лежал в больнице, лежал именно тогда, когда был тот самый концерт. Помню, как злился и не хотел ехать, чтобы не пропускать такое важное мне событие, как говорил, что чувствую себя намного лучше, что могу поехать лечиться после концерта, чтобы лето уже куплены. Как мол, пытался успокоить, мол, ничего страшного, что злил еще сильнее, как отец настаивал, что со здоровьем не шутят, что могут быть осложнения, а больного потом в армию еще не возьмут. Как в больнице страдал он не только от скуки, но и от обиды, что должен торчать там, а не веселиться под любимым музыку. Почему я просто не сказал Андрюхе, что он что-то перепутал по поводу концерта, и я никак не мог там присутствовать. Все дело в том, что как только он упомянул об этом концерте, я тоже не вспомнил, а отчетливо и ясно вспомнил то, чего проследить не могло. Сначала я решил, что мне на улице голову напекло, вот и почутивалось не весь что. Но ведь это Андрей первым заговорил про концерт, а не я. Придя домой, я первым делом хотел разобраться в том, что случилось. Весь вечер листал фотки, нашел несколько сделанных от скуки из окна больницы. Заверил, да, ты все верно, на тот концерт и попасть никак не мог. Собрался даже позвонить Андрею и спросить у него, а что спросишь, собственно, точно ли я был на том концерте, и он ответит, а что сам не помнишь. Помню, в том-то и беда. Но это была не единственная странность. Когда я хотел его набрать, то не смог вспомнить номер телефона. В записной книжке его тоже не казалось. Думал сходить встретиться лично, но тут до меня дошло, что я понятия не имею, где он живет. И из какого города он приехал. И про каких обстоятельствах мы с ним познакомились. И чему он увлекается по жизни, и кем планирует стать. Словом, ничего из тех вещей, которые обычно люди знают о своих друзьях. А одновременно с этим я осознал, что у Андрея нет ни на одной из фотографий, которые я только что пересмотрелся на единой. Я с ужасом понял, что не могу вспомнить о нем вообще ничего нового. Неизвестна только та информация, которая фигурировала при нашей встрече. Либо то, что он говорил сам, либо те общие сведения из биографии Андрея, которые я сразу вспомнил, когда ее увидел. Точнее, я не просто увидел, сначала он вообще выглядел странным и отталкивающим. Мне так и не удалось вспомнить, что именно я тогда заметил. Вот теперь от этих мыслей по коже пробегал холодок, и лишь по мере приближения я стал казаться нормальным. А как только я попал в радиус непосредственной близости, то и вовсе счел бы в другом другом. Вспомнилась передача на каком-то научно-опознавательном канале. Мне рассказывалось про жуков, которые протворяются муравьями, выделяя специальное вещество, чтобы проникнуть муравейник, чьи обитатели, встретив такого жука, начинают принимать его за своего. От подобных ассоциаций становилось не по себе. Однако эти рассуждения нельзя было назвать правдоподобными. Сложно всерьез поверить, что существует нечто, способное иметь криво от человека, создавая иллюзии и внушая нужные воспоминания. О таком бы наверняка стало известно. Или же оно настолько умело маскируется. Нет, нет, все это чушь. Надо было найти более реалистичную версию. И такого я нашлась, но она оказалась не менее пугающей. И единственным вариантом было признать, что у меня не все в порядке с головой, причем весьма основательно. И от этого все неистыковки буду не заспамить ее. Но не мог же я выдумать Андрея и все, что мы вместе пережили. К тому же, во время всех наших похождения мы были не только вдвоем. Остальные ребята тоже должны его помнить. Так ведь, этот вопрос не на шутку меня беспокоил. Через пару дней, как и планировалось, мы поехали отмечать мой день рождения. Родители мои и еще несколько ребят все организовали по лучшему разряду. Помогли с покупками, приготовили всякие салаты. Кто-то придащил здоровый профессиональный мангал. Взяли машины, место в лесопарке нашли хорошее. Компания собралась довольно большая. Когда-то взрослые подвезли, кто-то сам на велике приехал. В общем, было с кем провести время. Во всей суматохе с приготовлениями я как-то особо не вспоминал волновавшим и признаваться напугавшим меня накануне случаем. Видимо, просто мне было необходимо на что-то отвлечься. Но когда мы уже доехали до места и все обустроили, я, глядя на друзей, с которыми мы вчетвером как раз сидели рядом на раскладных стульях, о чем-то непрознанно болтали, снова вернулся к мучившему меня вопросу, а был ли раньше в нашей основной компании пятый участник. Я попытался аккуратно выяснить, помнят ли Андрея остальные. Не стал спрашивать в лоб, боялся, что буду выглядеть нелепо. Я начал издалека, мол, тут столько народу пришло, а не забыл ли я кого-то из близких друзей позвать. Может, в прошлом году мы тогда праздновали в узком кругу, с нами был кто-то еще, а сейчас не пришел. Друзья утверждали, что все в сборе и не понимали, что это на меня нашло. Про Андрея никто не вспомнил, как будто вообще не существовало. На самом деле, в глубине души я именно такой реакции ожидал, учитывая все предыдущие факты. Но раз уж я начал выяснять, мне хотелось удостовериться в полученном результате до конца. Да я уже и так понимал, что совершенно невозможно, чтобы все вокруг напрочь забыли о существовании человека, с которым мы были хорошо знакомы. Если он все-таки существовал, я не мог ли в нем вспомнить даже после жирных намеков. Следовательно, существовать он не мог, ни проблем во мне, ни в них. Понимание этого, конечно, меня пугало. Но в то же время я вроде как смирился с этой мыслью, принял как данность. И все же я должен был проверить наверняка. Кстати, а кто помнит Андрюху? Вы же вроде с ним тоже знакомы или нет. Я даже решил для надежности упомянуть какие-нибудь яркие совместные воспоминания. Помните, когда мы в прошлом году на стройку забрались, он вроде с нами был, нет. И еще на рыбалку вместе ходили. Он каждый год на лето с семьей сюда приезжал. Не знаете, где он сейчас? Друзья переглянулись, я уже приготовился, что в мой адрес посыплятся с мешки и подколы. Он совсем с катушек съехал. Даже мелькнула мысль, что сейчас все станут утверждать, что ни на какую рыбалку мы никогда не ходили. И вообще рыбу здесь не водится. Или что-то в этом роде. Но, по моему удивлению, на их лицах считалось скорее взволнованность и даже стыд. Было видно, что они, как я до этого, не могут понять, почему не вспомнили Андрея раньше. И сейчас натужно ищутся и оправдания. Да, конечно, мы помним его. Остальные кинули. Кто-то из них продолжал. Не знаю, чего вдруг сразу никто не вспомнил. Странно. Видно, за год уже подзабыли. Мне красиво получилось. В прошлом году ведь были, не развея вода, всюду вместе ходили. Такой поворот событий удивил меня еще больше. Я окончательно запутался и стоял, не зная, что ответить. Остальные тоже молчали. Ладно, пошли лучше жрать, а то это уже с голодухи мозги не варят. Там шашлыки готовы. Кто-то, наконец, удачно перевел тему. И все его поддержали. Остаток вечера, как и последующую, наверное, неделю, я ходил, как мешком пришибленный. Хоть внешне и старался веселиться и поддерживать разговоры. Мои предыдущие, пусть и неутешительные выводы, были разбиты в пух и прах. Ведь с ума сходят по одиночке, а не группой. Сколько я не пытался найти рациональное объяснение, все четное. Но факт оставался фактом. До того разговора никто из моих друзей знать не знал об Андрее. Никаких впечатлений не заставили их выразить. Хоть какие-то признаки того, что он реально существовал. И только в тот момент, когда я упомянул о нем, как о конкретном человеке, нужное воспоминание само по себе возникло из ниоткуда. Не потребовалось даже непосредственного контакта, даже зрительного. Оказалось, достаточно лезть за наупоминание. Было гадкое чувство, словно я по своей глупости заразил их некой болезнью. Из-за меня они теперь тоже будут вынуждены меньше довериться и памяти, а может даже сомневаться в собственной адекватности. Пусть и не так сильно, как это было у меня. К счастью, эту тему больше не поднимали. И ни родителям, ни кому-либо другому я ни о чем не рассказывал, чтобы не заразить их тоже. Эта история сделала меня довольно неледимым и заботым. Заводить новые знакомства я с тех пор не мог. Стал очень подозрительным к людям. Общался только с теми, кого хорошо знаю. Лишь когда призвался в армию, это хоть сколько-то изменилось. Там хочешь, не хочешь, социализироваться приходится. Иначе, наверное, я сейчас бы вообще жил как затворник. А так хоть нормально общаться умею, хотя все равно особо коммуникабельно меня не назовешь. И с незнакомыми людьми, понятное дело, после того случая до сих пор боюсь контактировать. Даже в лицо, лишний раз стараюсь не смотреть. Особенно если они утверждают, что знают меня. Пытаюсь любым способом возбукать подобного вам. Нет, вы ошибались. Мы не знакомы, извините, я оторвусь. Вы перепутали меня с кем-то? Или вообще игнорирую, делая вид, что не заметил? Старушка в супермаркете здоровая говорит. Какой ты большой вырос, а я тебя вот... А я тебя еще вот таким малюсеньким помню. Мы еще с твоей бабушкой на ловочке под домом часто сидели, а ты рядом все бегаешь в песочнице и играешься. Простите, вы обознались, говорю я. Немного стыдно так отшивать пожилого человека. Даже другие покупатели вдруг бросают осуждающие взгляды. Но я уже начал чувствовать, как в голове зарождается свое знание песочницы, которой у нас под домом отрадясь не было. Да и почему окружающие сразу подсознательно поверили именно ей, а не в то, что она действительно обозналась? Так и не закончив покупки, иду к кассе и выхожу из магазина. Сообщение в соцсети. Здравствуйте, вы служили вместе с моим сыном? Можно с вами поговорить? Хотелось кое-что разузнать. Для меня это важно. Вы меня с кем-то путаете. Меня в армию не взяли по состоянию здоровью, вруя. Может, я и действительно с ним служил, но на всякий случай предпочитаю не рисковать. Если вдруг что, так он и сам мне может написать. Недалеко от дома прохожий окликнул. Просит огоньку. Пока соображаю, что он обращается ко мне, он добавляет, что живет в соседнем подъезде. Иногда видит, как я на работу выхожу. Делаю вид, что не услышал его. Иду дальше, не оборачиваясь, чтобы случайно не рассмотреть никаких подробностей. Иначе стану каждый день замечать его у подъезда. А то, что виднеется из-под его капюшона, начнет казаться мне нормальным человеческим лицом. СМС-ка с приглашением на свадьбу. Оба имени незнакомые. Ну, то есть, вообще незнакомые. Впервые их вижу. Никогда бы и не подумал, что настолько странные имена вообще существуют. Хотя, если подумать, имя как имя не такое уж и необычное. Может, в армию кого-нибудь среди. Так, к черту, я быстро удалил сообщение и заблокировал тот номер. И вот еще тоже недавно. Ночью звонок на мобильный. Хоть я еще не спал, но время уже запал ночью. Подумал сначала, спамеры совсем потеряли. Но нет на экране имя и телефон Олега. Мы с ним с армией дружим. В одном взводе служили. Через многое прошли вместе. Часто были напарниками на заданиях и на учениях. Берут руку. Алло, привет. Чего так поздно звонишь? Случилось что? Говорю полушутя. И тут задумываюсь. А вдруг реально что-то случилось? Салют. Как жизнь молодая? Ты с чего не пришел? Все наши тут. Я чуть не сел прямо на пол от неожиданностей. По-хорошему, в этот момент сразу надо было бросить трубку. Голос звучащий оттуда точно не мог принадлежать моему армейскому напарнику. Голос Олега я знал хорошо. А этот был совершенно мне незнаком. И звучал он как-то слегка искусственно что ли. Какой-то слишком нарочитый и театральный. Примерно как у диктора, озвучивающего рекламу. Озвучивающего ярко и с эмоциями. Но все равно чувствуется, что с бумажки читает. Тут это где? Все-таки ввязываюсь в разговор. Так как надо выяснить, что с Олегом. Стоящим Олегом. Где-где. В Караганде я голос уже не оказался искусственным. Скорее просто веселым и изрядно выпившим. Видимо из-за этого мне и показалось. Ты что, приглашение не получил? Я вот получил. На церемонию весь наш взвод приглашен. Блин, точно сегодня же свадьба моего сослуживца. В одном взводе даже в одном отряде служили. Как я мог забыть, я ведь пообещал. Ладно, теперь-то поздно куда-то ехать. Да и спать пора. Завтра опять на работу. Да, получил. Но у меня дела. Работа плотный график. Сам понимаешь. Не получилось приехать. Извини. Ну, значит, другой день смогу навестить. А то давно не виделись. Да, мне хотелось побыстрее закончить разговор. Во-первых, было неловко перед ребятами из ввода. Во-вторых, я уже не помнил, что во-вторых, да и не столь важно думать об этом совершенно не хотелось. Но было ощущение, что я что-то забыл, что-то как раз важное, что надо сделать из-за существования звонка. Ах, да, я ведь так и не поздравил иновника торжества. Получилось бы еще более кощунственно. Все-таки круглая дата. Я ведь и так не пришел, значит, хотя бы передам поздравления. Ладно, давай, передавай от меня поздравления, мне никуда связи. Погоди, знаешь, кто с тобой говорит? Не узнал меня? Он произнес это без злобы или угрозы, но все внутри меня сжалось. Действительно, с кем я сейчас говорю? Я посмотрел на экран, написано Олег. Олег, наверное, говорю, хотя знаю, что это не Олег. Я уверен, что мой записейник тоже знает, что я знаю. Аха, нет, он просто мне трубку дал. На фоне сквозь смех и слова слышно также и Олега. Он тоже ржет пеным голосом. Олег же, кстати, теперь тоже здесь. Все-таки приехал, не то что ты. Зря ты так, тут весело, компания хорошая. Повидался бы с товарищами. Товарищами. Правда, прохладно немного, но ничего. Ну так что, ты еще не догадался, кто это? Я пытаюсь сообразить, но упорно не могу вспомнить. Никого со мной... Никто со мной говорит, не даже чья сегодня годовщина. Странно, мы же вместе служили, я ведь их каждого до сих пор помнил, как вчера. Не мог же я забыть. Вдруг в голове будто сама собой возникает мысль. А так, это же, наверное, этот. Но имя еще у него редкое такое, необычное, как же это его звали. В этот момент, видимо, мне повезло, и у меня все-таки сработал вырубавший инстинкт. Я в синдром ощутил, что срочно должен повесить трубку, пока навязанные воспоминания не захватили полностью мой рассудок. Я уже сонный, у меня голосовой анализатор не работает. Я промотал какую-то чепуху в этом духе. Ну все, давай, мне уже спать пора. И, не дожидаясь ответа, немедленно выключил телефон и вынулся в карту. Я так никому не рассказывал обо всем этом. Но тот последний из этих случаев буквально выбил меня из колеи. Раньше у меня получалось нормально с этим жить, и я был уверен, что я достаточно осторожен, потому не волновался и не зацикливался. Но сейчас я понимал, что в этот раз был на грани, становишься отступиться чуть сильнее, и боюсь думать, что бы было, если бы я поддался и продолжил беседу. Я стараюсь поменьше рассуждать обо всем этом, но чувствую тревоги, меня не покидает. С каждым днем все сложнее держать это в себе. Появились проблемы со сном, стал рассеянным и нервным, даже на работе уже косо поглядывают. Вчера хотел позвонить Олегу, но в итоге не решился. Раз он был на церемонии, то общаться с ним теперь небезопасно. Неизвестно, кто в этот раз будет на другом цепровода. Лучше поговорю с кем-нибудь, кого я знал еще до армии. Вот на выходные как раз должен приехать Андрюха. Столько лет не виделись. Я его уже пригласил посидеть культурно. А может даже на рыбалку выберемся, как в старые добрые. Да и мне будет полезно немного проветриться, обстановку сменить, чтобы отвлечься. Я уверен, он выслушает и поддержит меня. Все-таки мы с детства дружим.